Жители шести домов в селе Первокаменском два месяца ждали, что ответственные органы и службы спасут их имущество от наводнения. Первые признаки ЧП появились еще в декабре, когда из-за тонкого слоя снега и достаточно сильных холодов водопропускная труба, через которую проходят ручей, стала промерзать. В январские морозы ситуация усугубилась. Силами местной администрации в селе Первокаменское работы по устранению подтопления не проводились по причине отсутствия тяжелой техники. Совместно с главой Первокаменского сельсовета рассматривался также вопрос о возведении запруды в устье ручья, чтобы совсем перекрыть движение воды мимо домов. Но эту идею признали опасной, так как по весне ситуация может стать критическая из-за таяния снега и скопления большого количества воды, а также возможного прорыва этой небольшой плотины. Сейчас в селе затоплено три дома, еще три находятся под угрозой. Их жители своими силами отводят воду, но некоторые придомовые постройки спасти не удалось. Сегодня из Рубцовска для оказания помощи в Первокаменское должны были направить спецтехнику. Однако нашим новостям стало известно о внезапном ЧП, которое лишило местных жителей надежды на скорое спасение. Сегодня с самого утра местные жители вместе со спасателями пытались выкопать вдоль трубы траншею, которую должны были наполнить горячей водой. Когда стало известно, что все усилия напрасны, людям ничего не оставалось делать, кроме как разойтись по домам и ждать новых обещаний. Артемий Панченко, Наши новости.